Всем привет! Ну что, все салаты доели? Время размяться на свежем воздухе. Для любителей лыжного спорта и активного досуга лыжные трассы появятся в лесопарке 60-летия советской власти. В парках Щерса, Гагарина, Молодежные, Воронежские озера, Дружба, Победы, в скверах Фадеева и Мира, в загородном парке, на набережной, а также в районе дома 86 по улице Клиническая. Основным центром проведения лыжного досуга по традиции станет региональный учебно-спортивный центр «Чайка» в поселке Управленческий. Лыжные трассы будут организованы как для любителей, так и для спортсменов. В спортивном комплексе есть раздевалка, работает прокат спортивного инвентаря. В новогодние праздники Дворец спорта на Молодогвардейской станет центром притяжения любителей катания на коньках. Новый, впечатляющий спортивный объект региона в новогодние праздники в полную силу раскроет свои возможности, как площадка для активного отдыха. На главной ледовой арене площадью почти 2000 квадратных метров спортивно-концертного комплекса Дворец спорта будут организованы бесплатные катания на коньках под музыкальное сопровождение и световую инсталляцию. Обращаем внимание, что для обеспечения безопасности в условиях распространения COVID-19 и сезонных вирусных заболеваний на катание во Дворце спорта предусмотрена предварительная запись, которая будет вестись онлайн через официальные соцсети Дворца спорта. В этом году впервые на площади Куйбышева со стороны улицы Красноармейской заработает спортивно-развлекательная зона «Зимние забавы». На ней размещены несколько площадок для занятий физическими активностями. Снежковый тир, лазертак, самаро-городок, снежный бой, спортивное ориентирование. Площадки «Зимние забавы» будут работать со 2 по 9 января с 14.00 до 20.00, а городки же откроются на день раньше 1 января. В художественном музее в праздничные дни работает новогодняя мастерская. Самарцев приглашают провести время в теплой компании, задушевной беседой и приятном рукоделием, чтобы новый 2022 год уж точно получился ярким и творческим. 3 января участники творческого занятия создадут солнечного коня, традиционную народную куклу и один из самых древних мужских оберегов славян. А 5 января без крючков и спиц предлагают создать миниатюрные вязаные шапочки, которые можно использовать как брелочки, новогодние игрушки или просто приятный сувенир-пустерчок. Ведь впереди еще и Рождество. В «Зимнюю стужу» самарцам предлагают вспомнить о тепле и визуально попутешествовать по солнечному крымскому побережью. Именно пейзажем Южного полуострова посвящена выставка «Крым. Тет-а-тет». Работы Павла Старостина покажут на Московском шоссе 205. На этом все. Всего вам доброго, отличного настроения. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова